Небольшая вставка. Я вот тут на пляже иногда тренируюсь с местной командой. Ну как, бегаем, в тач играем, в тач регби. Короче говоря, ладно, неважно. И они, ну они вообще тренируются, бегают три раза в неделю. Ну я с ними иногда присоединяюсь, когда у меня своих тренировок нету, полного контакта. Потому что это все-таки тач, ну на песке бегать сложно, кстати, гораздо сложнее, чем на обычной поверхности. А я еще очень тяжелый, мне вдвойне тяжело получается. Но иногда такой фитнес это очень хорошо. Ну почему я вставку решил сделать на канале про видео тематику? Тут просто, ну вы любите же игры, и явно во многих играх город Лос-Анджелес. И вот эта команда тренируется прям недалеко от знаменитого колеса на персе Санта-Моники. Сейчас вам покажу. Во многих играх, например, вот Dead Island. Я уверен, что он там есть, хотя я еще и не играл в пятую часть. Ну или там Need for Speed. Может какие-нибудь GTA, я тоже в них не играл, но все-таки может быть. Вон это колесо обозрения. Сейчас я его покажу. Правда его свет выключили, видите, горит. Должно быть видно вдалеке. Вот. Это пирс Санта-Моники называется. И я там рядом работаю, и вот тренируюсь тут. С этой камеры покажу вам лучше. Вон, видите. Вот так оно выглядит. Сейчас вечер. Стекло грязное в машине. Обновил немного свет и звук. Новый микрофон. За 50 что ли доллар купил. Я покажу его в распаковке. Там через десяток выпусков выйдет наконец-то. Свет яркий такой. Бедный актер. Как они с этим светом всегда так живут жизнь. Ну, уже за 30 секунд. Глаза устали. В общем, о чем поговорим сегодня. Давайте возьмем вот этот вот картридж. Точнее, картридж, а диск. Sega 32X Corpse Killer. Видите, он как бы запечатанный. Но это ресил. И вот я его купил за 35 долларов. Вы увидите его в будущем в распаковках. И я вот немножко не понимаю, что делать. Купил я его за 35 долларов. У меня есть точная копия, и он силы. И я написал человеку, говорю так и так, вот что делать. Он говорит, так они же были же и не без вот этой силы, без полоски вот этой. Вот так, что вполне может быть это оригинальный сил. Потому что Sega некоторым магазинам, ну, чтобы они не отправляли туда-сюда, как я понимаю, картриджи на возврат, она разрешала им делать ресил. Если там, например, бывало, бывали же у Sega тоже косяки. Там что-нибудь забудут положить. Или нерабочая придет. Очень много нерабочих картриджей. У меня даже картриджи есть оригинальные после ремонта. Прям с Sega-овского ремонта. Мало того, они же даже заменяли микросхемы. Вот. И прям видно это все. Или транзистор даже так напаивали сзади. Тут вполне нормально для Sega-овских оригинальных картриджей. Ну, так вот. И вот этот CD-диск. Я сравнил с оригинальной копией, с которой есть защитный сил. Вес абсолютно идентичный. 5.4 унции. Ну, это, очевидно, ресил. Потому что, ну, во-первых, цена 14.99. Скорее всего, его продавали как юст. Ну, и во-вторых, тут угол такой. Ну, видно, что это ресил. Я человеку написал. Он говорит, что так и так. Я вот так и... Ты, говорит, его купил за 35 долларов. Ну, используй его как юст. Ну, я говорю, ну, я же купил его как неусил. Он говорит, ну, верни, если хочешь. Я вот не знаю, что делать. Вот такая вот странная ситуация. С одной стороны, если его продавать, то опасно продавать в таком виде. Понимаете? Потому что человек откроет, он скажет, что тут диска внутри нет. Хоть я и знаю, что вес нетентичный, но я сам лично не проверял. А открывать его будут. Скорее всего, на грейдинг его никто отправлять не будет, так как это ресил. И либо самому взять и открыть просто-напросто. И проверить, что все внутри нормально. И продать его как открытый. Вот что делать? Либо ставить его ресилом с тех времен и продать его как ресил с тех времен. Потому что, ну, это явно ресил еще был в 90-х. Вот. И у меня вот такие вот есть вещи. Я не понимаю, как мне с ними поступать. Есть довольно дорогие игры. Я могу, конечно, взять и отправить вату сейчас. Сказать, так-так, грейдите. Они скажут, хорошо, мы грейдим. Или они его прогрейдят. Но 99% что они скажут, что это ресил. И мне предложат на выбор. Либо они у меня просто отправляют назад. Либо они грейдят его как бэушный, короче, openbox. Вот. Вот такая у меня проблемка с этим диском сейчас возникла. Ну, цена 35 долларов. Я не волнуюсь сильно. Ну, ну, что делать? Я не хочу отправлять человеку кота в мешке, который у меня купит этого как юз. Даже я напишу, что это ресил. То есть, я отправлю, он скажет, что не так. Просто, ну, страшно. Неизвестно, кто его ресил или как его ресил. В общем, вот. Дальше. Наткнулся на проблему TMSS. Это игра по полос. Я ее уже показывал. И это странно. Это очень странно. Не Sega новую защиту ввела. А производителям игр не сказала. И в итоге вышла игра полос. И она не работает на оригинальных Sega. При том, что officially licensed by Sega игра. Но включаешь Sega и она не работает. Я заметил, что на ebay очень много продают ее как нерабочую. Я начал задумываться. Что это такое? Почему? Купил две копии. Одна не работает в тренеру. Вот хорошо. Достал приставку ATGames. Достал пиратский клон. Все заработало. Потом начал читать. И нашел видео, где человек описывает, что это новая система. Мало того, что Sega они порой не сообщало производителям. Некоторые приставки старые говорят, что шли на ней. Но вот Sega Genesis 2 уже нет. Вот так вот. Вот такая странная проблема у меня появилась. Я, кстати, не знал даже об этом. Что какие-то картриджи, написано, пишу license by Sega, не идут на Sega Genesis 2. Вот. Так, давайте еще интересная штука. У меня друг был. Ну, как друг? Сработник. Ну, коллега по работе. В 2015-2016 году у нас появились магазины Amazon. В которых не надо было ходить, оплачивать там или еще чего-то. Просто там какой-то кант, по-моему, открываешь. И когда ты просто берешь товар и выходишь из магазина, он каким-то образом тебя как бы определяет, что ты купил. И снимается твои кредитные карточки. И вот у меня друг был, он говорит, я вот живу в новом веке по сравнению с вами, лохами, вы живете еще в старые времена. Вот так надо, зачем куда-то ходить, оплачивать, в очередях стоять. Просто взял, зашел, взял что нужно и вышел. Мы думаем, ну ладно, наверное, для всех магазинов скоро дойдется такая крутая технология, чтобы, ну, зачем кассиры тогда платить им зарплату, если все так это. Вот недавно Амазон написал объявление, что она закрывает эти магазины, потому что на самом деле это работал не искусственный интеллект, а куча индусов. Смотрели через камеры, скорее всего, и фиксировали, кто что купил, и потом чарджи из кредитной карточки. Ну, типа того знакомого, сейчас он уже, конечно, куда-то уехал. Тут в США вообще все куда-то приезжают, в какие-то штаты, другие города и так далее. Вот бы встретить его и спросить про этот магазин, как ему там было труд индусов использовать дешевый копеечный, вместо того, чтобы платить американским кассирам. Ну, в общем, вот такая ситуация была. Так, вот такая коробочка. Здесь у нас картридж. Черепахи, Hyperstone, Haste. Паркетики, состояние плохое. Канами. Видите, вот эта вот болезнь всех этих картриджей. Я не знаю, почему они именно здесь протираются. То ли их вытаскивают вот так вот, да, наверное. Постоянно вот этот угол стерт. Не продумано, кстати, изначально. Такой пакетик. Так еще не конвертик. Вот не люблю, когда картриджи отправляют. В конвертах сразу на углы смотреть хочется. Но тут целый. Еще и такие хорошие картриджи, как Streets of Rage 2. Такой картридж. Купил я его в районе, скорее всего, 45 долларов. Кстати, видите, на момент покупки сколько он стоил? 50 долларов. В общем, как тогда продался, так же я его и сейчас купил за эту же цену. Интересно. Ну, правда, запечатанный он будет стоить раз в 5 дороже. Вот этот конверт, кстати, он мне пришел под роспись. То есть, мне почтальон не хотел давать, пока я не распишусь. Видимо, человек... Обычно такие конверты приходят, когда что-то ценное. Но он такой легкий. И не знаю, что здесь внутри. Не думаю, что должно быть что-то такое ценное с таким весом картриджа. Ну как? По-моему, я не покупал ничего. Давайте посмотрим. Нет картриджа. Под роспись... Давайте я вам сейчас картридж сначала распакую, потом объясню. А, это Покахун-то запечатанный. Да? Да, вот человек отправил. Да, смотрите. Запечатанный Покахун-тос. Что где сломалось? Здесь что ли? Скорее всего, это было до отправки, потому что... Не вижу я, что сломано. Как он отправил? Ну зачем так делать? Глубы целые, но... Ну ладно. Предположим, при отправке не повредилось ничего. Но все равно что-то болтается, надо будет разбираться, смотреть. Цена, кстати, по-моему, что-то 150-160 долларов. Поэтому он отправил и такой под роспись отправкой. Она стоит, кстати, 4 доллара, забыл вам сказать. И обычно люди не отправляют, если действительно что-то цена. Ну зачем 4 доллара тратить? Правильно. Там, допустим, если стоит что-то 50 долларов, отправка 10, 8, там... Ну 6-8 долларов, то считайте, если еще 4 доллара, то это почти еще 10 процентов. Обычно люди так не делают. Тем более страховка есть по умолчанию. Там, если почта потеряет, то страховку заплатят. В общем, надо считать. Каждый случай нужно считать, статистику смотреть. Давайте посмотрим, что здесь. Ух ты. Во. Gamecube. Сломанно или так должно быть? Нет, так должно быть. У меня ни одной игры нет от Gamecube. Первый раз в руках вообще держу Gamecube диск. Давайте посмотрим, кстати. Интересно. Я предполагаю, игра это дешевая. Мануал. Цветной. Интересно. И что еще здесь? Почему я купил вообще этот лод, я понять не могу. Ааааа. Я понял. Это не мне. Это не мне. Это, короче, человек сказал, что... Случайно отправили мне... Верни, пожалуйста, назад. Все, я понял, это не мое. надо вернуть я просто не смотрю адрес копится у меня посылки докопятся и вот увидел так конверт внутри антисноринг то есть такая штука которая зубами зажимаешь ну на зубы надеваешь и чтобы не я не знаю что тут наверно картридж скорее всего на сегу ну да отправляют люди чем полнухару за по концу хорошо kontra hard corps какая японская к нам дать посмотрим внутри не подсунули мексиканскую просто постоянно волнуюсь когда открываю не они же не фотографируются внутри мне кажется что могли теоретически подсунуть нет оригинал канами мексиканскую контуру а людям это не нравится и потом как продавать чехол один картридж другой и продавцу потом не скажешь там там не канами не японская он скажет ну вот контра контра все работает у меня работает до свидания в общем попадаются так еще один конвертской коробки начнутся так конверта просто сверху лежат здесь у нас картридж ну давайте началось ну хорошо скажем то все заматывал так надо было ему могу просто без вот этого отправить в таком виде все нормально дошло я так и отправляю картриджи на сегу все хорошо доходит пока от случаев не было я возможны но не был человек джим кстати это какая у нас мексиканская с одной с одной микросхемой внутри давайте проверим один раз убедимся больше их открывать не буду тогда на видео смысле кстати ржавые болты смотреть наверное далеко от мексики хранится картридж хорошем состоянии ну да маджеско стейл самикс мексиканский ничего страшного не продаются тоже червяков люди любят давайте конверты уберу коробочку вот такая коробочка хотя тоже нибудь картридж ну да просто в коробочке хотел что новое открыть не картридж или там какой-нибудь big box либо еще что-то достал коробку и в ней все равно картридж дальше больше просто коробку достану и все так и карта че уже вижу какой кстати контур hardcore скорее всего долларов за 40 было куплено человек джим скорее всего долларов за 20 был куплен контакт корпус ой тут у нас комик зон кстати дорого купил за 20 из-за состояния по моему этот картридж что не стоит такое классное судить они это не то вот этот я купил из 15 потому что он как раз таки опять же видите угол вечно углу картридж и тут состояние очень хорошая в общем вот такой картридж за 15 долларов вроде бы взял посмотрим что в этой коробке так там лейбл надо вырезать что внутри еще один катал феорик купол был за 8 долларов почему я купил с доставкой кстати 8 долларов потому что у меня уже есть коробка покупал в одном из видео было помимо за 15 долларов купил теперь можно их объединить и продать если все работает конечно бывает картридж еще не рабочие так что здесь у нас о горгули что не у меня копится эти горгули уже стать и состояние так себе купил даже не знаю почему как полтается карточки давайте посмотрим как он упакован она также ничего не подложили так что внутри комплектация какая сейчас посмотрим так постоянно помню цену что по на комплектацию посмотрю и цену вспомнил постер порвано немножко постер состояние посмотрите постер кстати тоже на состояние смотрите иногда я не думаю что он есть просто аква смотрит а ну постер все она внутри повреждения серьезные могут быть ну и мануал вроде в таком не в идеальном но пойдет состояние по моему я его купил за 120 или за 130 коробка в плохом состоянии покажу вот смотрите хотя там внутренние состоянии тут все нормально ладно давайте конвертик один откроем на коробку убрать так здесь у нас канами и хайпер стон хейнсон уже гораздо лучше видите тут есть такая вот надпись куплен был купленные не помогли были по 35 долларов так ну еще один такой пакетик конвертик точнее горгули пойдет состояние пара косяков таких мелких есть тут стикер был скорее всего пойдет еще страшно куплен был в районе 35 из 40 долларов скорее всего я вряд ли дороже покупаю вот этот мне не нравится он очень тяжелый я кажется догадываюсь что там и мне это очень и очень не нравится как как примере с пока хонтасом было то давайте отходим тут лейбл на той стороне не хочу потом вырезать так здесь у нас пакетик пакетики у нас видеокарта вот так и тяжелая давайте смотреть на погнутости повреждения и так далее тут он положил поролон с немножечко что наверно не сильно спасает нос хоть как-то так эти странные видеокарты это нестандартная скрыть из игровых автоматов вот болтик вылез тут немножко погнулся кстати более или менее еще состояние да это что-то вообще странная китайская вроде крутится шуметь не должен это не она не стояла не в компьютере скорее всего мне зрение такой в игровом автомате каком-то хорошо я в этом плохо разбираюсь пока просто отложу потом прочитаю все про это видеокарту вроде без повреждений что что я очень сильно волновался из-за чего смысле так это что давайте посмотрим смогу отсюда достать не смогу а тут сейчас кажется я понял что там ну да так и есть видеокарта вот она упакована кстати хорошо смотрите в коробке целлофане размер примерно такой же это даже дешевле немножко видеокарта по моему долларов на 20 упаковали ее даже лучше так что все от людей зависит так 128 мегабайт вроде бы повреждений котелок нет 6800 правильно OXT 128 мегабайт ну ладно так грязная но это нормально для них эти не повреждений нет ничего такого должна работать по идее человек сказал что работает посмотрим так давайте конверт откроем снова стритцов рейдж 2 и просто я вырезал из-за лейбла там лейбл был ну в смысле не лейбл был а адрес вот стритцов рейдж 2 not for resale этот долларов за 30 скорее всего его купил это еще надпись цифра точнее нарисована хорошо пусть будет так так вот такой конвертик пираты gold вроде как хорошая игра куплена не помню лаза сколько у меня уже не есть несколько кстати ни одно еще не продал у меня их штуки 3-4 лежат надо посмотреть почему они продаются помните одна еще была сломана кстати doom troopers купил в плохом состоянии купил просто так по низу рынка скажем так за 20 долларов просто чтобы надо выставить его долларов за 30 но продастся а не продастся без разницы по крайней мере он у меня есть списке как бы кто хочет купит кто хочет поменяется что-нибудь так так здесь у нас чисто мужская игра знаменитейшая которую все из нас играли сейчас я скажу так кристалл кони по-моему я купил без мануала мануалом значит не так в хорошем состоянии а да все я вспомнил я ее купил что из хорошего состояния это он показал сразу же на фото мне скинул состояние цена 20 долларов в таком состоянии рассчитываю продать за 30 по-моему даже чуть больше 20 так давайте конверты закончим а потом до коробки так а прикольно компания ретро чип 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 геймстим чип это шимпанзе у них еще одна логотипе обезьянка отправляют смотрите motorola слушно батарея что ли внутри была отправляют как-то не профессионально такое чувство что небольшими партиями игры продают ну ладно это неважно главное чтобы они мне отправили то что я жду да вот видите этот логотип это чип логотипы не ставим на пластиковый корпус поставили контр-хард корпус сейчас я что-то поцарапать во а нами ну-ка сейчас проверим даже тут логотип вткнули разбирали ну да konami оригинал тоже видимо смотрели и тут другой немножко ну хорошо пусть останется первый раз вижу что кто-то логотип внутри картриджа оставлял явно подозревали что когда-то кто-то откроет его так о это не оригинал ну смысле она оригинал но поздний оригинал то есть уже как бы перевыпуск early jump back growth я вообще не знаю что это игра это старая игра перевыпуск или просто ух ты смотрите limited run а тут что у нас это мануал или нет по-моему это не мануал мануала нет что ли да это постер а мануал там наверно он не внутри шел так надо посмотреть кстати как они распространялись такая коробочка для картриджа а тут картриджа то нету не понял или я купил только коробку тут карточки надо посмотреть этот лот что то какой то он странный да я знаю что карточки и просто думал что тут картридж лежит что они как-то стали что то время в смысле выпускали в картридж картридж внутри а потом стали карточки но нет да и по весу он не такой тяжелый короче какая то коробочка нужно посмотреть почему я его купил и зачем и по сколько скорее всего купил что то дешево может он и вправду сказал что он только коробка скорее всего так и есть по моему долларов 15-20 поэтому я и решил купить потому что я две таких покупал limited run вот за по моему это было недели три назад надо просто проверить и долл час почему купил за кстати а наверное нормально то что у него болты обычные давайте посмотрим на всякий случай ну да все оригинал так давайте вот эту коробочку откроем что здесь у нас пенопласт трейси купила 43 доллара да без мануала нет давайте посмотрим пойдет человек сказал что он работает отправил хорошо как мы видим такой большой коробки один картридж а некоторые вон в видеокарты дежилемные в конверте отправляют и пока хонтасы за 150 долларов в конвертике отправляют так здесь у нас что так здесь у нас что конверт я кажется знаю что внутри что что очень редко находят находится с двумя питаниями да давайте посмотрим просто такая редкая вещь что если она попадается я сразу же стараюсь ее покупать да так и есть видите у него два питания это 6800 ультра под EGP по моему они долларов по 200 покупаются продаются вот так вот да 6800 ультра видите надеюсь она работает потому что найти их не так то просто не за какую цену а за вменяемую еще сложнее эти два питания грязные ну ничего страшного говорю просто большая редкость так сейчас коробку уберу и еще одна коробочка вот такая вот о начал потихоньку смотреть на PS2 диски почему потому что ну они ну потому что они мне нравятся скажем так я по-моему уже говорил вам об этом вот цену я не помню вот этого лота потому что у меня еще нет такого я не запомнил сколько он точно стоит а с формированные цены по дискам ну я еще их не продавал вообще ни одного поэтому это как бы вот первый такой опыт я посмотрел примерно по ценам в общем это примерно выгодно ну для старта пойдет такой набор игр тут видите спорта нету как бы ну начать скажем так для начала и по состоянию было сказано что они довольно неплохие это мы сейчас проверим вот ну тут плохое состояние чуть треснутый вот как вот продавать надо все вот это показывать а на это кучу времени уйдет диск опять же если диск в очень плохом состоянии его надо тестировать это так себе состояние ну видите кстати просто мне казалось красным это greatest hits а тут черный видите тут красным ну ладно это в плохом состоянии давайте дальше пройдемся это было до call of duty burning earth avatar тоже с мануалом я диски не буду смотреть потом посмотрю этот вроде в хорошем состоянии да так здесь у нас что дальше star wars эпизод 3 кстати надо еще вот на это смотреть чтобы ntsc были это очень важно потому что если японский регион то то это не очень хорошо не знаю опять же для каких игр но в большинстве игр японский регион не очень хорошо эпизод 3 star wars кстати комплектация хорошее так здесь у нас нет фаспит хитперс 2 тоже смотрите с мануалом все дела так матриц enter the matrix так второй набор картриджей еще один аватар это другой походу да давайте посмотрим да это другой тот burning earth этот the last airbender тоже с мануалом в целом их смотрите говорю о состоянии хорошее я поэтому и клюнул на состояние скажем так вот просто этот попался call of duty остальные все более или менее полный комплект диски скорее всего будут в нормальном состоянии star wars force unleashed по моему они мне вошлись каждый по 3 доллара если я не ошибаюсь джеймс кэмерон дэрк анджел это скорее всего дешевый да ну вот в общем все относительно сегодняшних посылок вернул назад только две видеокарты это 6800 ультра к сожалению хорошая видеокарта оказались артефакты пришлось вернуть кстати я потом заметил что он ее релизнул как нерабочую после моих слов он видимо не проверял ну это ломбард у него я знаю его он мне предлагал несколько раз разные вещи и он ее и зарелизал за 50 и у него купили по моему стартовый бит 50 и у него забрали за 70 я по моему купил за 130 долларов как юст ну оказался не рабочий я отправил еще назад одну 7800 первую которую вот из видеокарт по моему вот тоже оказалось не рабочий мне за нее деньги вернули 6800 оказалось рабочий вот видите вот из трех видеокарт 66 процентов не рабочих вот так вот и это хуже ситуация становится только хуже и хуже и хуже с ними скорее всего цены на них придется повышать и повышать и м aran деньги в